МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кабинете министров Республики обсудили ряд ключевых вопросов. В их числе опубликованный Министерством образования России рейтинг ведущих школ страны. Напомню, что в топ-500 вошли 9 учебных заведений Республики, улучшили свои позиции сельские школы. Кроме того, министры обсудили прогноз развития Республики до 2030 года. Среди 200 лучших сельских школ России есть и 12 из Чувашии. В прошлогоднем рейтинге таких было 5. Также учебные заведения Республики вошли в список 200, которые дают образование по профильным направлениям. Хочу высказать слова искренней признательности, благодарности директорам этих общеобразовательных школ. Эта команда совместно с родителями, совместно с общественными организациями, совместно с учениками работает на перспективу. О перспективах развития экономики Республики рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Он представил прогноз социально-экономического развития Чуваши до 2030 года. Это один из основных документов стратегического планирования. Среди ключевых опорных действий, которые мы полагаем на свои усилия для достижения тех целей, которые мы обозначили, благосостояние населения Республики. Это прежде всего стимулирование технического переворужения предприятий, это создание и развитие высокологичной наукоемки малого и среднего бизнеса, это стимулирование поддержки импотратозамечающих производств. Сложно предсказать в прогнозируемом 15-летнем периоде новые волны кризисных явлений в мировой экономике, как они скажутся сегодня на российскую и на республиканскую экономику. Поэтому предлагаемый прогноз является неким таким стратегическим ориентиром. Среди ориентиров прогнозируемый объем промышленного производства увеличится в 2,5 раза. Инвестиции в основной капитал возрастут в 1,5 раза. Реальная заработная плата в прогнозе должна вырасти в среднем в 2 раза. Владимир Аврелькин подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации во всей стране, когда на экономику по-прежнему оказывают влияние санкции, промышленность республики начинает приспосабливаться, создаются новые производства, происходит диверсификация, увеличивается розничный товарооборот. И эти явления тоже отражены в прогнозе. В социальной сфере планируется, что к 30-му году средняя продолжительность жизни еще увеличится на несколько лет. Смертность снизится на 15%. Михаил Игнатьев поручил вице-премьерам и ключевым министрам еще раз оценить прогнозные цифры и к началу следующей недели представить доработанные данные. Еще один важный вопрос, который рассмотрели сегодня члены правительства, план реализации программы капитального ремонта в 2015-2016 годах. На эти цели будет потрачено более 600 миллионов рублей. В рамках плана планируется провести капитальный ремонт 425 квартирных домов общей площадью 785 тысяч квадратных метров, в которых проживают более 35 тысяч граждан. Планом не предусматривается проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категориям ветких, непригодных для проживания, аварийных. Михаил Игнатьев поинтересовался, как формируется список домов, требующих ремонта, и учтены ли интересы жителей, которые полностью и без задержек оплачивают взносы в фонд капремонта. «В этой работе важен каждый адрес, и это должны понимать руководители муниципалитетов», подчеркнул глава Чувашии. Кроме того, в открытом доступе должен быть опубликован список домов, в которых будет проходить капремонт. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии подвели итоги общероссийской акции «На дорогу без перегруза». За неделю сотрудники ГИБДД проверили более 2,5 тысяч грузовых автомобилей. К административной ответственности были привлечены 40 водителей. На дорогах Республики в федеральных трассах работало несколько передвижных постов весового контроля. На специальных датчиках измеряли нагрузку на каждую ось. Она не должна превышать 10 тонн. Нарушителям грозят штрафы до 400 тысяч рублей. Вне акции мобильные комплексы работали на дорогах Цивильского и Красноармейского районов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что в ближайшее время на трассах начнет действовать автоматическая система взвешивания грузовых автомобилей. Машина будет просто проходить вот точно так же, как сейчас здесь мы видим, через пункт взвешивания будет стоять на днем рамках, который будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные параметры. И дальше в автоматическом режиме фиксировать те, если нарушения будут или не будут, и, соответственно, пробег машин, которые совершаются именно по дорогам с грузом. На нашей сети, если говорить про Чувашию, будет установлено 6 автоматических пунктов взвешивания. Переписные истины Викторина с таким названием сегодня стартовала в стране. Принять участие в ней смогут те, кто зарегистрируется на сайте Оргкомитета Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Вопросы Викторины будут публиковаться каждую среду на этом же сайте. Чтобы ответить на них, участникам необходимо заполнить специальную форму. Викторина посвящена сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране в следующем году. Победители будут выбирать еженедельно. Организаторы отмечают, что награды достанутся только тем, кто первым пришлет развернутый ответ на каждый из трех вопросов. Викторина продлится до конца ноября. В зале совещания Дома правительства Чувашия журналисты, в том числе и наши съемочные группы, бывают регулярно. Мы рассказываем телезрителям о событиях, встречах, принятых решениях. Сегодня представители СМИ не просто освещали мероприятия, но и были главными его участниками. Руководители ведущих республиканских СМИ вместе собираются регулярно. Называются такие встречи день главного редактора. Коллеги обсуждают, как не нарушать периодически меняющееся законодательство, дружно сосуществовать на территории нашей небольшой республики, что еще интересного и нового предложить читателям, слушателям, телезрителям. Министр информационной политики напомнил, в борьбе за рейтингами не стоит забывать о главном. СМИ ответственны за свою информацию. Газеты ответственны за свою информацию. Телевидение, радио – всем и всем ответственность. Для того, чтобы не вести заблуждение слушателей нашего. Говорили о законах об улучшении контента, о применении новых технологий для трансляции национальных телеканалов во всех точках земного шара. Однако, в отличие от обычного собрания, это прошло в расширенном составе. Я с удовольствием отозвался на это приглашение. Нам надо почаще общаться, почаще встречаться и искренне, просто открыто обмениваться мнениями. Наша задача, задача органов власти, она была принципиальная. И она остается принципиальной такой позицией, ключевым фактором. Это открытость, это публичность и доведение справедливой информации. Глава Чувашии поучаствовал во встрече не только, чтобы открыто поговорить с журналистами. В этот день представители профессии получили из его рук значки заслуженных работников культуры благодарности. Среди награжденных – заместитель директора национальной телерадиокомпании Чувашии Маргарита Гартфельдер. Еще четверо наших сотрудников получили благодарность от министра информационной политики республики. Сегодня столица Чувашии в третий раз приняла участников особенного фестиваля для особенного зрителя. Официальное открытие третьего международного фестиваля «Одинаковым быть нам не обязательно» состоялось в стенах Чувашского государственного театра «Кукол». В рамках нынешнего фестиваля уже состоялась пресс-конференция, запланированы семинары, практикумы и творческие мастерские. Главные задачи организатора видят создание благоприятной среды для особенных детей. Открытый мир, милосердное общество – вот чего порой не хватает им. Сегодня в обществе самая большая проблема на планете, что люди, даже слушая друг друга, не слышат. Слышат и слушать – это разные вещи. Это складывается о взаимоотношении, понимании других людей, с другим менталитетом. А особенно важно понимать людей, которые с ограниченными втемельными возможностями, и не только понимать, но адаптировать их в ту среду, в которой ты сам находишься. И сегодня же в театре прошел первый спектакль в рамках особенного фестиваля. Спектакль «Сияющая в ночи» создан по мотивам древней японской сказки, специально для людей с ограниченными возможностями. Это красивая история о необычной крошечной девочке с Луны, которая пришла на Землю, чтобы изменить свою судьбу. Постановка пропитана атмосферой покоя и умиротворения. Она длится 70 минут, и за все время ни одного слова. А волшебные звуки глюкофонов завораживают зрителей и оказывают почти гипнотическое действие. Я думаю, что если участники фестиваля смогут включиться в нашу сказку, в нашу атмосферу, в то, что заложено в этот спектакль художником, режиссером, музыкой, то они получат не только удовольствие, но и какие-то силы, и новые, может быть, пути своей жизни. Спектакль привезли к нам из города Курган в рамках третьего международного фестиваля. Одинаковыми быть нам не обязательно. Режиссер-постановщик Юэй Тини Чимура взял за основу японскую сказку «Принцесса Кагуя». А курганские актеры постарались передать всю поэтику и философию страны восходящего солнца. Делал спектакль японский режиссер Юэй Тини Чимура. Сценография и куклы – это японский художник Кадзунори Ватанабе. И, кроме всего прочего, художник не только придумал оформление, он еще сам своими собственными руками сделал куклу и маски для этого спектакля. Кукла – механика отличная от наших традиционных кукол, поэтому учить актрису работать с этой японской куклой тоже приезжала японская актриса Мияко Куратани. Особенность постановки в том, что она адаптирована для людей с проблемами слуха. Кроме «Сияющей в ночи» в рамках фестиваля в театре кукол, покажут также в неконкурсные спектакли, специально поставленные для особенных людей. На нашем фестивале пока еще не было именно японского мотива, и поэтому я считаю, что данная постановка будет интересна всем, не только участникам фестиваля, но и зрителям. Это встреча друзей, встреча тех людей, которые творят именно для особенного зрителя, для особенных детей. Екатерина Степанова, Андрей Шоклев, Республика. Особенным детям нужна и материальная поддержка. Здесь на помощь приходят благотворительные фонды. Это один из важнейших источников моральной и материальной поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особенно важна их помощь тем, кому требуется дорогостоящее лечение или оборудование. Татьяна Путилова – мать двоих дочек. Старшая Настя – особенный ребенок. Вследствие болезни девочка не может самостоятельно сидеть, поддерживать голову, не говорит и не понимает речь. Насте была необходима дорогостоящая инвалидная коляска. Помочь в ее приобретение вызвался благотворительный фонд «Это чудо». Стараемся помогать при любой возможности. И вот в течение семи месяцев мы вот собирали средства и приобрели коляску на стоимостью 120 тысяч рублей. Фонд существует только за счет пожертвований жителей нашего города. И за два года работы мы оказали помощь чувашским детям на сумму более двух миллионов рублей. Около 15 детей получили от благотворительного фонда помощь. Хотелось бы выразить сегодня слова благодарности этому фонду. Они уже ни одному ребенку нашей республики оказали такую нужную, необходимую помощь. Младшая дочь Татьяны Кристина принимает активное участие в различных мероприятиях, организованных фондом. Девочка на собственном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются родные, близкие и особенных детей. Настенька заболела, когда ей было всего пять месяцев. Прогноз врачей был неутешительный. Максимум три года. Мы стойко выдержали. Уже 13 лет живем. Мы радуемся миру. Чувствуем этот мир. Радуемся миру. Любит музыку. Так как моя младшая девочка занимается в музыкальной школе, мы с музыкой очень связаны. Делать добрые дела просто. Достаточно не быть равнодушным. Возможно, именно ваши средства, перечисленные в благотворительные фонды, помогут сделать чью-то жизнь счастливее или даже спасти ее. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Сегодня православные отмечают покров Пресвятой Богородицы. Торжественные службы прошли и в Чувашии. Праздник покрова Пресвятой Богородицы напоминают верующим о событиях, произошедших в 910 году. Это случилось в городе Константинополь, который в те времена подвергался частым атакам. Его жители искали защиты в храме, где долгое время хранились риза и головной убор самой Богоматери. Во время одной из служб юродивый Андрей и его ученик увидели парящую в воздухе Богородицу. Во многих источниках описано, что она раскрыла над молящимися широкое белое покрывало и спасла город от врагов. Торжественные литургии прошли во многих храмах республики. В Покровско-Татьянинском соборе собрались более 500 верующих. Службу здесь провел митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Принял участие в торжественной службе и глава республики Михаил Игнатьев. С этим праздником связано множество примет. Православные говорят, что Богородица-Заступница помогает добрым людям. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет долгим. Раньше именно на это время приходилось целая череда свадеб. Многие верили, что сама Богородица дарит молодоженам благополучие и любовь. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Баскетбольная команда Чебоксарский Ястреба стартовала в Саранске в Суперлиге Чемпионата России Высшей Лиги. Соперником наших баскетболистов стала команда-победитель прошлогоднего первенства Рускон Мордовия. В первой половине матча Ястребы не позволяли сопернику оторваться и боролись на равных. В последние 10 минутки команда из Саранска закидала наше кольцо трешками и оторвалась в счете на 20 очков. В итоге Ястребы проиграли 71-97. На второй матч наша команда вышла более собранной. По ходу встречи лидировали обе дружины. Но вновь в финале Фортуна была на стороне хозяев. Итоговый счет 69-63 в пользу Рускон Мордовия. Чебоксарские Ястребы возвращаются домой с двумя поражениями. Следующий тур команда вновь приведет на выезде. 24 и 25 октября Ястребы сыграют в Энгельсе против баскетбольного клуба «Строитель». Это все новости среды. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова